Я так и не поблагодарил тебя за спасение. Вы с Камилой не бросили меня, хотя могли. Грассиус. Со мной связался отец Пьетро из Вердеры. У него мачете моего папы. Это всё, что осталось в память о нём. Я пока что не в состоянии это сделать. Папа погиб из-за меня, а я не могу справиться даже с таким заданием. Священник будет ждать тебя, Даня. Ну, если ты согласишься. Флара, мы попали в ловушку. Карлос убит. С его сыном, Алехандро, дела обстоят не надо мучить. Дани, нельзя, чтобы эта семья исчезла вот так. Монтеро нужны нам не только, чтобы избавиться от Хосе. Они помогут нам захватить Эсперанцу и покончить с его дядей Антоном. Си, я что-нибудь придумаю. Вы отец Пьетро? Си, Алехандро сказал, что ты придёшь. Знаешь, я до сих пор помню день, когда венчал Карлоса и его жену. Давно это было. Но, увы, Мачете здесь нет. Что? Почему? Его забрали с Альдадос. Они в своём любимом баре Лараха. Я отмечу на карте. Грася, спадре. Эй, простите, что всё так вышло. Пора домой. Алехандро? Я нашла его. Ах, чёрт, слава богу. Мачете твоего отца должно быть у одного из Монтеро. И впредь так и будет. Спасибо, Даня. Ты сделал то, что я не смог. До встречи. Субтитры. Субтитры. Хоть мы тебя и спасли, ты нам не нужен. Слушай, это ведь похороны его папы. Алехандро вместо Карлоса. Паршиво. Алехандро. Хватит уже. Иди. Эспада. Он ведь твой брат. Мой. Не твой. Как нога? Я не знал твоего папу, но моя семья здесь уже где-то полвека. Я могу помочь с генералом Хосе. Я сдам его лейтенантов. Порфавор. Надо найти вам форму, компейс. Дани, это Клара. Бросай всё, что делаешь. Уна нуэва операцион? У нас есть шанс замочить льва прямо в логове. Приходи. Я в эсперансе. Сейчас пришлю фотку здешнего убежища Либертат. Когда встретишь часового повстанцев, спроси про ночную смену. Ночную смену? Ладно, Клара, я приду. Не могу уснуть. Закрываю глаза и вижу Хосе и трёх его хряков. Я хочу, чтобы все эти твари сдохли. Знаешь, я встретилась с одним из них взглядом. Ихадепута улыбнулся мне. Мой папа погиб, а он улыбнулся мне. Мы выследили их, спасибо примкнувшим к нам солдатам. Сейчас эти твари отрываются в отеле. Сингал. Но у меня дел не в проворот. Я не могу бросить новичков. Прикончи этих лейтенантов, Дани. Убей их всех. И убедись, что Хосе понял намёк. Вот ты где. Это тебе за Карлоса, гад. Эспада, минус один. Но остальных здесь нет. Мрази чёртовы. Проверь в отеле. Может, удастся напасть на их след. Их нужно пригончить, Дани. Их всех. Ладно. Вот ты где. За Карлоса. Эй, есть новости. Так. Можешь забыть о коме Мьерго, которая тусовалась в СПА. У неё были странные вкусы. Чудно, нахер её. Нашла. И впав, сдохни гнида. Дело сделано. Правда? Си. С ними покончено. Дани, огромное тебе спасибо. Ты отомстила за отца. И не только. Теперь Хосе придётся вылезти из своей норы. Теперь этот засранец поймёт, с кем он имеет дело. Точно. Так оно и есть, блин. Броси о здании. В лагере меня все игнорируют, так что я просто наблюдаю. Все хотят разделаться с Хосе Кастильо. Но они не думают наперёд и не хотят объединяться. Я знаю Хосе. Чтобы расправиться с ним, нужно вернуть себе небо. Уничтожь его зенитки, чтобы он не мешал нам летать. Выведи из строя радарную станцию, чтобы он не мог засечь нас в воздухе. Всё, что я могу сделать для вас, это предложить стратегию. Для вас и родятся. Ну и говно в лере интернет. Эсо, пора валить. Ола. Привет. Я вырубила радар. Нашей семье повезло, что ты здесь, Даня. Когда бандишь Хосе в наше сердце, проверни его разом за меня. Встретимся у пещер Сусоро. Почему ты в пещере? Достал всех в лагере, что ли? Нет, нет, пока нет. Приходи, нужна неотложная помощь. Медицинская. Ну, типа, медицинская, техническая. Вот. Этот день настал. Познакомься, Дизель Дэйзи. Скорми ей бензин, и она выдаст тебе солярку. Мешаем с мылом, и получаем напалм. Напалм! Подпалим жопу Хосе так, что её будет видно из космоса. Открой клапаны, посмотрим, на что Бэйзи способна. Только нежно. Она стесняется незнакомцев. Да, супер, супер! Вот так! Давление растёт. Вот и всё. Класс! Нет, 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 нет! У нас проблема здоровенная! Депинга! Дэйзи сорвала крышу. Нам нужны запчасти, чтобы её починить. Для начала, особая печатная плата. Такие есть только на нефтяных платформах. Для тебя это пара пустых, но есть ещё кое-что. Это кое-что на крокодиловой ферме. Я скину тебе фотку. Сразу всё поймёшь, когда увидишь. Как говорят французы, шерше прям там. О, Чуриза заставил тебя побегать. Хороший знак. Его доверие трудно заслужить. Но осторожно. Он тот ещё сердцеед. Филли! Да, а что? Вот, смотри. Почему на Дэйзи СВУ? Порой нам приходится причинять боль любимым. Но сначала я починю её. И она сделает нам напал. А это зачем? Чтобы пробудить магию Филли. Вот так, Дэйзи! Чудно. Стреляют так, будто сами себя взорвать хотят. Поможутся им. О, нет, нет, нет. О, Коньо! Я вывозу грузовик. Позаботься о Дизель Дэйзи. Не дайте мзалдафонам до неё добраться. Поцелуй Дэйзи на прощание. О, Коньо. Всё, Филли. Дэйзи. Нет, стой. Хочу запомнить Дэйзи такой, какой она была. Она тебя любила. Слово плохого не сказала. А, ладно. Её жертва не была напрасной. Она дарила нас литрами свои горячие испарины, которая прольётся на хосе, подобно огненному ливню. Если бы только Дэйзи могла это увидеть. Мне жаль, что ты потерял её, Филли. Она ж не живая, кончай чудить. О, я слышал, вы ещё Ризу ладите. Это хорошо. Его всегда тянуло к опасным людям. Слушай, у меня есть для тебя важная работа. Достань мне военный самолёт, ладно? Они есть на любой авиабазе. О, и бейсбольную пушку. Ну, как на стадионах. А больше тебе ничего не нужно, Филли. Может, ещё захватить Сервесос? Меня уже объединило вдохновение. Когда будешь лететь, береги зениток. И то тебя точно поджарят. Говорят, у вас есть место в ночной смене? Взрывчатка будет тут, тут и тут. Речь начинается, всё взрывается. Окружим отель огнём, будет жарче, чем у дьяволов задница. В чём цель? Не дать людям Кастильо выйти, а подкреплению войти. Дани будет посередине. А дальше? Дани убивает Эль Президенто. Прекрасно. Эй, Дани. Дани! Ты посмотри, какой супремо! Мне убить Антона Кастильо? Сегодня? Антон толкнёт речь в честь Дня Независимости в отеле Параиса в прямом эфире. У Хуана есть информация о расположении охраны. У нас один шанс на миллион. Отрубим змеи голову и сделаем из её кожи ботинки. Мерда. Ты как считаешь, убить ли того, кто испоганил нашу землю и поработил народ? Даже не знаю. А ты? Я раньше не убивала президентов. Это же ликвидация, Дани. Метод повстанцев. О, мне нужно в душ. А тебе вот это. Твою мать. Ты будешь легендой среди повстанцев. Я позвоню. Сколько в нём пыла. А то. Убьёшь Кастильо и Либертад заявит о себе. А дальше посмотрим. Кто знает. Прикончи этого камемьерда. Слава, Либертад. Так, это всё. Хуан, все посылочки доставлены. Ты чего вдруг заговорила, как почтальон? Скажи просто. Хуан, бомбу установила? Я скинул тебе фотку, где меня искать. Скоро буду. Я на крыше напротив отеля. Не забыла ещё, как я выгляжу? Как папа, о котором ты всегда мечтала, если что. Скорее, как бухой дядюшка. Я уже шесть часов не пью. Не сглась. Забыла план или тебе просто насрать? В жопу план. Я пошла. Как глупо и безответственно. Обожаю. Ладно, установленных зарядов хватит. Готово? ПТСР для всех даром. Отель в твоём распоряжении. Без головы Кастильо не возвращайся. Не возвращайся. Это в каком ещё смысле? Мокром взрыва, его телоизводители беспощадно мочат. А он продолжает говорить, как ничем не бывало. Что хронное сон, что за бести? Кстати, принеси их мне. Призыв работников... Пора уже грузиться в лифт. Данни, что там творится? Ты внутри? Да, внутри. Антона, видишь? Данни! Здесь никого нет. Клара, думаю, это была запись. Это подстава. Солдаты Антона на подходе. Сваливай! Это ты была на том корабле. Ты жива? Мне повезло. Как тебя зовут? Данни. А тебя? Ты знаешь как. И хочешь убить отца? Насколько я знаю, ты сам пытался свалить от своего папа. Я был неправ. Почему? Потому что. Тебе повезло. Он чудовище, Диего. Так воспитали. Ты будешь другим? Ты не убьёшь меня! Ещё раз пальнёшь, убью! Если сбегу, он меня найдёт. И тогда... Пострадают люди. Ты не понимаешь. Мне никогда не уйти. Сколько тебе лет? У тебя есть семья? Нет. Ты ищешь себе семью? Уезжай из Яры. Он всех вас уничтожит. Мерда! Лучше пригнись! Сюда. Сраные диктаторы. Грозис. Эй, Данни. Папа болен. Поэтому он не тут. Данни. Какая красотка. С твоего позволения, Кастильо. Лара, я смогла выбраться живой. Данни, что там случилось? Как ты вырвалась? Нас подставили. Но я кое-что прихватила. Дачку Кастильо. Внутри аж воняет деспотизмом. До Кастильо мы не добрались. Но ущерб режиму причинили. Ущерб? Данни, ты сегодня обрезала режим Антона по яйцам. Выбей себе с инвеса. Ты заслужила. А ты когда-нибудь слышала, что Кастильо чем-то болен? Нет. А что? Я подслушала один разговор. Интересно. Я с тобой свяжусь. Все, что мы делаем, приближает освобождение Яры. Пара, я у собора. Его заняли Громилы Кастильо. Черт. Один из священников укрывал повстанцев. Теперь отца Диего наверняка захотят забрать. Я знаю, что делать. Диего наверняка захотят забрать. Диего наверняка захотят забрать. Я рядом с Элестой. История повторяется. В каком смысле? В этих местах рождаются легенды Дани. В Элестой началась революция 67-го. Повстанцы под предводительством Эль Тигры, Фортовой, Лоренцо и Лоба свергли отца Кастильо, Габриэля. Теперь все повторяется с Либертад. Они знают, что я иду с хорошими новостями? Эль Тигры очень, очень взволнован. Честное слово. Эль Тигры? Да. Ты та девчонка, о которой говорила Клара. Избранная Либертад. Я не девчонка. Конечно. Ты, ББ Тигры, расслабься. Со мной ты точно не станешь новым трофеем Бенитос. Что за Бенитос? Глава флота Кастильо. Еще та тварь. Любит вешать предателей, чтобы про них знали во всем Элеста. Пай-карахо. Что ж, я сейчас в Элеста. Чудесно. Чудесно. Что? Веселая ночка? Вчера Ром и Кола текли рекой Эбебе Тигры. В основном Ром. Бывает. Я скину тебе пару фоток. Помогут найти нас. Это типа краб? Си, позвони, как доберешься. И возьми скалолазную снарягу. Давай, лезь на гору. Мы уже заждались тебя, Бебе Тигры. Эль Тигры, я у вашего краба. Очень креативно. Лоранцо художник. А мы повстанцы, похожи на крабов. Чем? Клешнями? Они идут к океану, чтобы дать потомство. Мы пришли из океана, чтобы дать миру Ла Революсион. Си. Понятно. Держись с тропы, что ведет наверх. Путь очень легкий. Повстанец должен быть ловким, как коза. Коза? Только что крабы были. Алло? Пинга. Похоже на водопад, сфотки Эль Тигры. Надо туда забраться. Какой же тут вокруг покой? Козы. Тоже мне. Девы Тигры, после войны эта тропа стала любимым маршрутом потных туристов. Стреляли под колесами. Здесь легко спрятаться. Никакая армия не найдет. Моги повстанцы-сироты, Бебе Тигры. Нас определяет не семья, а поступки. Как психотерапия. Моги повстанцы-сироты, Бебе Тигры, Бебе Тигры, Бебе Тигры, Бебе Тигры, Бебе Тигры, Бебе Тигры. Не делай так больше. Что? Микаса и Сукаса, Бебе Тигры. Пойдем, познакомлюсь с семьей. Портовая, мне сломали нос. Я тебе не мамочка. Есть люди, которым и правда нужна помощь. О, но я страдаю. Эй, полегче. Герпес не в счет. Это Лоренцо Консека. Поэт-легенд. О, я чую горячую кровь бойца. И, конечно же, фортовая. Сердце-легенд. Он не сломан. Разве? Я слышал хруст Мьерда. Новый пациент? Хм, похоже, из Ламураль. Я Дани Рохас из Либертад. Новый кулак революции. Нет, я от Клары. Либертад просит легенд о помощи. Люди верят в вас. Сражаться с Кастильо? Яро полностью его заслуживает. Буэносуэрте. Прости, хватит с нас революций. Видать, Клара ошиблась. Не расстраивайся. Им нужно получше тебя узнать. Ты приходи, как освоишься. Бэби-тигра. Так, чтобы эти старпёры помогли Либертад, надо привлечь на свою сторону Фартовую и Лоренцо. В общем, план такой. С тех пор, как Антон помешался на лекарстве от рака и начал производство вивира, добыть медикаменты для клиники Фартовой стало невозможно. Я подкупил пилота, чтобы он сбросил для нас припасы. Скажем, Фартовой, что это подарок от Либертад. Вот и повод для дружбы. Отличный план, верно? Ну, был бы отличным, если бы какой-то их адепута не сбил мой вертолёт. Забери припасы, Бэби-тигра, пока их не растащили. Как-то слишком легко. Гебула! Кто вы? Мы из Ламураль, а Элесте – это наш край. Наш край и лекарство наше. Ты эту речь разучивала? Ага. Это принадлежит Либертад. А, Либертад! Я знала, вы попросите о помощи. Сразимся с Кастилью вместе. Я Ханрон. Правая рука. Раз, квадро. Неплохо. Я Дани. Дани Рохас. Ага. Солдаты! Вон там! У птички! Гасите их. Прижи цели, Южная Сыра! Неплохо, Либертад. Но эти припасы нужны Елене. У нас раненые. Елена – твой босс? Да. Она мне зад надерёт, если вернусь ни с чем. А Клара надерёт зад мне, если не принесу лекарство легендам. Либертад вербует легенд? Да ладно! Все думают, что они мертвы. И ещё как живы. В Ла Мораль считают, они бесполезны. Но они дорого заплатили. Очень дорого. Чтобы папа Антона не стало. Давай так. Отдай мне припасы, а я вас познакомлю. Ах, коньё. Елена меня убьёт. Но зато я всё-таки повстречаюсь с легендами. Тогда не подгони вертолёт. А потом мы всё обсудим. Ты в Ла Мораль? В Либертад. Как скажешь. Ладно, погнали. Дани, у тебя припасы. Палапинга! Эль Тигре! Кулак, революцион! Распишись мне на штанах! Комас и ямас, нерита. Ханрон. Я из Ла Мораль. Ла Мораль? Террористы. Ханрон, это Лорен. Я знаю, кто это. И он явно хотел сказать повстанцы. Какие вы повстанцы? Обычные бандиты. Зато мы не прячемся в горах, когда всё летит к чертям. Видели, что вокруг творится? Загляните на объект Беовида. Ну же, вперёд! Легенды не подчиняются анархистам. Мы интьянды. Хватит, Лорен. Вот как? Нахер иди! Тогда мы оставим всё себе! Это наша революция, не ваша! Сегодня один фермер попал в перестрелку. У него пуля в животе. Без лекарств он не доживёт до завтра. Портовая. Люди нередко страдают из-за Ла Мораль. Есть разница между игрой Войнушку и реальной Ла Революцион. Эль Тигре! Сэй. Они любят поучать. А Буэллос хотят жить в прошлом. Пожалуйста. А Кенли импорт. Прихвачу пару сувениров. Заходи, как сможешь. Эти лекарства спасут жизни многим повстанцам. Грасьас. Портовая тоже тебе признательна, хоть и скрывает это. Привезти сюда Ла Мораль было хорошей идеей. Молодняк расшевелит нас. Теперь нам нужно убедить Лоренцо. Здешние стариканы к нему прислушиваются. Хонрон сказала, что ему нужно заглянуть в Беовиду. Но заставлять Лоренцо что-то делать всё равно, что тащить танк из болота. Боком. Я напомню ему, за что мы боролись. А ты притащишь к нему Беовиду. Всего-то надо тихо туда пробраться, сфотографировать всё подозрительное и смыться. В их исследовательском центре оружие больше, чем лабораторных халатов. Они что-то скрывают, Бе-Бе Тигры. Нам нужно выяснить, что именно. И сунуть это под нос Лоренцо. Меня сейчас тошнит. Костерю, блин, ты чудовище. Нужны ещё фотки. Этого хватит, чтобы убедить Лоренцо. Мы были детьми, Эль Тигра. Лоренцо. Я сфоткала место, о котором говорила Хонрон. Листай. Влево. Они свободны. Мерда. Вот с чем борются Либертат и Ла Мораль. Можешь ненавидеть нас, но мы хоть что-то делаем. Так не должно быть, Лоренцо. Такое происходит по всей Яре. Просто этого не видно с вершины горы. Я не могу на это смотреть. Я не выбирал Костилью. Война позади. Значит, всё было зря. Эстобьен. Засомневался. А ведь я равнялась на этих ансьянос. Не трать время зря. Мы и без них освободим Элеста. Ты должна поговорить с моим боссом, Еленой. И посмотреть, чем мы занимаемся. Загляни к нам в Эля Гухера. Это крутецкий штаб Ла Мораль в Концепционе. Скажи охране на входе пароль. Муэрто эль перро, се акабо ла Рабиа. Муэрто эль перро, се акабо ла Рабиа. Нужно шесть добровольцев. Я поговорю со своими. Люди Большого Хорхи и Анны уже на корабле. Ты Елена? Муэрто. Да, они, да? Где лекарства? В смысле, лекарства Либертат? Я отдала их легендам. О, пенсионерам с ручьем в подгузнике, сидящим на вершине горы? И зачем они тебе? Чтобы покончить с Костюлью, нужны не только пули и бойцы. Как ни крути, иранцы любят легенд. Клара Гарсия любит политику. Но поднимут ли деды свои жопы? Нам нужна помощь Ла Мораль. Клара ведь не рассказывала о нас. Мы для нее дети, играющие в войнушку. Она любит трещать о будущем. Но о своем, не нашем. Клара – это Костюлья бесчлена. Значит, у тебя есть план получше? Сначала пули, потом политика. Тебе нужны добровольцы? Адмирал Бенитос напала на нас пару часов назад. Держит моих людей на грузовом корабле. Я пойду. Одна? Не понимаю. Будем в расчете за лекарства. Спаси моих людей, там посмотрим. Угу. Ты выручишь наших, да? Собираюсь. У меня есть знакомый фермер с вертолетом. Он отвезет тебя к кораблю. Давай за мной. Мы сражаемся и побеждаем. Но у Адмирала Бенитос всегда будет больше ресурсов, чем у нас. Сегодня убиваем одного с Альдадо. Завтра присылают еще троих. А когда погиб... Ты куда это? Так вот. А когда погибают люди из Ламураль, их заменить неким? Надь я. Фермеры и другие простые люди не хотят драться. Им бы просто выжить. Нам нужна свежая кровь. Бойцы. А если попросить о помощи легенд? Пробовали. Хотя бы Эллос тоже не хотят драки. Слышал, некоторые вообще закостили. Неправда. Ну, пока я не видел, чтобы оба Эллос сражались. Я работаю над этим. А откуда у этих фермеров вертолет? Собрали из обломков сбитых вертушек. Бинго. Эти фермеры полностью на нашей стороне. А другие фермеры нет? Кто как. Некоторые нет. Думаешь, мы сможем их переманить? Без их поддержки нам не освободить Эллеста. Может, они присоединятся, если услышат, что нам помогает Либертад. Вы тут у всех на слуху, Дани. Елена звонила. Тебя надо подбросить? Ну да, погнали. Залезай. Меня зовут Калихсто. Да, Ани. Буду лететь осторожно и не слишком высоко. Высажу тебя как можно ближе. Где ты научился водить вертолет? Был пилотом на действительной службе пару лет назад. Но меня выперли. Назвал капитана Камомьерда. Ха-ха-ха. А меня выперли из пехоты. Сержант-инструктор получил в кадык, и ему почему-то не понравилось. А, учту. Я тебя раньше не видел. Давно ты вступила в Ла-Мораль. Ха. Постой. Мне сказали, что ты из Ла-Мораль. Я просто помогаю им. Я из Либертад. Что расскажешь о Ла-Мораль? Знаешь эту деревню? Называется Мальдито. Реально? Проклятое? Да. Какой-то испанец выбрал название в конце 15 века. Пару месяцев назад адмирал Бенитес решил объявить рыбалку вне закона. Народ возмутился, и Бенитес казнила половину деревни. И знаешь, что сделали люди Ла-Мораль? Нашли и убили всех солдат, которые участвовали в казни. И я говорю не о засадах в джунглях. Нет, Ла-Мораль узнали, где живут эти мрази. И перерезали им глотки, пока те спали. Прям как ассасины. Молодцы ребята, умные, собранные. И нервы у них стальные. Похоже на то. Это перевал Шауп. Мы следим за конвоями, которые тут проходят. И докладываем Ла-Мораль. Похоже, они знают, что делают. Да, смышленые ребята. У Елены все организовано лучше, чем в армии. Ла-Мораль помогает нам. Когда адмирал Бенитес начала докапываться до наших семей, Ла-Мораль нам помогли. Они убили всех солдат, с которыми появлялись на наших землях. Очень скоро они поняли намек. Вот и корабль. Ближе не подлечу. Да и не надо. Графиас, ми амиго. Удачи со спасением пленников. Я видел, как повстанцев вели к капитанскому мосту. Елена, я на корабле. Освободила всех, кого смогла. Держись. Посылаю лодки и людей. Графиас. Готово. Твои люди в безопасности. Я знаю. Значит, мы с тобой в расчете? О, да. Ещё что-нибудь от меня нужно? Двигай, Веля Гухера. Скоро начнётся заварушка. Нужно собрать наших людей и составить план. Что у вас тут? Типа собрание. Кое-кто захотел выйти из игры. Так, слушайте. За это не стоит убивать. И умирать не стоит. Мы молоды. И должны пить, трахаться и школу прогуливать. Вау! Родители уже украли. У нас наше будущее. С чего нам париться? Раньше я думала так. Но однажды... Адмирал Бенитос вошла к нам в аудиторию с пушкой. Она называла... Они выходили. Друг за другом. Альварес. Бермудас. Карильо. Среди их преступлений Были протесты, раздачи листовок, лайки, постам Клары. Фернандес. Хименес. Пенья. Я усвоила в школе один урок. Ты действуешь, и тогда творишь историю. Или ты ждешь и уходишь в нее. Мудро сказано, подруга. Ла мораль нужны еще люди. Смотря кто. Что? У вас возрастной ценз? Уж я не пожалею крови. Если возьмете. Добро пожаловать в Ехо. Си! Берем! Уу! Си! Как избавимся от Адмирала? Отжимания! Это первый шаг к победе! Отель Грант, Дани. Это ключ. Есть у меня на примете один конвой. Нет. Нам нужен Карлита. Я только что понял. Молодые повстанцы мне по душе. Они, ну, как я, только помельче. Но даже целого подвала такого молодняка недостаточно, чтобы победить. Время пришло, Бабе Тигра. Нам нужен Карлита. Пятый легендарный участник революции 67-го и самый крепкий гад из всех, что я знал. Да сальдадос от одного его вида обделаются. Знаешь выражение «убить двух зайцев»? Карлита однажды сбил два самолета одним выстрелом. Он — сокровище нации. Но однажды Карлита ушел в отставку и отправился в музей. Власти посадили его в клетку, чтобы над ним насмехались истинные яранцы. Его место — на поле битвы. Встретимся в музее. Вместе мы вызволим Карлита из заточения. Эй, тихо, блин! Карлита — это танк? Нет. Так, ладно, да, нет. А-а-а, Карлита! Получилось без... Ты не мог сразу сказать, что Карлита — это танк? Да-а-а! И-а-а! Ты вообще о чем? Это ж Карлита! Кто ж не знает Карлита? И-а-а! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Лоранцо, ты здесь! Чего это он здесь делает? Я хотел, чтобы он взглянул на Карлита. Микон-пай! Сколько лет ты не спускался с этой горы? Да много. У нас с Карлита много воспоминаний. Пора обзавестись новыми. Помоги нам, Армана. Война позади, когда все свободны. Си! Давай к нам! Тебе понравится! Мне норм. Давай! Война позади, когда все свободны. Каких пор ты цитируешь, Лобо? Я просто перестал думать о своих проблемах, и тогда смог узреть истину. Ха-ха-ха! Лобо умел заставлять других забыть о чуши. Жаль, что его нет с нами. Лобо был бы рад увидеть нас и Карлиту. Разве что тебя с Карлита, и только. Да ну, что ты такое говоришь, тигры. В ущелье Сомбриада живут фермеры. Они фанаты Ла Мораль. По правде сказать, они мои фанаты. Состояли в фан-клубе, когда я играла за сборную. Они навели нас на конвой, который всегда проходит через перевал Шауп. Вместе мы придумали план нападения. Я сказала им, чтобы они сидели тихо, пока не услышат слово «наклбол». Никто не знает, что везет конвой, но точно что-то ценное. Бенитос всегда приставляет к нему безумную охрану. Сотню сальдадес. Да, они, на конвой нужно напасть. Я уверена, что ты справишься сама. Но мои люди готовы тебе помочь, если ты этого захочешь. Я прослежу за конвоем и дам знать, когда он приблизится к перевалу. Короче, доберись до гранд-отеля Кабальера. Раньше это был курорт для богатых туристов. Но Бенитос перепрофилировала его в тюрьму с камерой пыток. Туда отвезли одного из наших бойцов, Уга. Теперь его ждет встреча с дантистом. Лучшей дознавательницей режима. Если дантист хоть что-то у него выведает, нам конец. Уга хороший парень, но под пытками расколется за пару часов. Помешай допросу, чего бы это ни стоило. Я отправила к отелю разведчицу. Она поможет тебе, как доберешься. А один из людей Гильберта провезет тебя мимо охранников, если спрячешься в его грузовике. Но пошустрее. Грузовик скоро выезжает из центра доставки. Дантиста больше нет. Ла Мораль пока в безопасности. Охрененные новости, Дани. А, и я готовлю тебе подарок. Что? Отель. Я его захвачу. Больше тут не будут пытать повстанцев. Ты точно не из Ла Мораль, Дани? Это так, к слову. Что, по вашему мнению, иранцам следует знать о конфликте? Хм, конфликте? Все как обычно. Не верьте слухам, нет никакой войны. По крайней мере, восточной Яре. Верно, адмирал? Это не война. Да. Мы накажем преступников из Либертад. Их мало, нас много. Уроды из Либертад! Чика дело говорит! Слышали? А что насчет и беспощадной банды, известной как Ла Мораль? Те, кто угрожает нашей армии и деловым интересам Яры, не яранцы. Моя стратегия такова. Я ей в этом помогал. А я раньше управлял охранной фирмой. Опыт есть. На Востоке порядок. Да. Но прокупес пор надо. Снято. Мне пора. Сеньор Президенте. Адмирал, я так рад слышать ваш голос. Объясните. Как так вышло, что на этой войне мы несем наибольшие потери из-за группы школьников из Алиэстем? Адмирал? Им, эээ... Им помогают. И Либертад, и Легенды. Я всегда с интересом следил за вашими успехами. Сам выбрал вас в Академии. Но вы должны знать. Там были более опытные, квалифицированные и умные офицеры. Вас выделяло только одно. Сеньор Президенте. Вы были женщиной в форме. Сейчас у вас есть шанс стать самой высокопоставленной женщиной, которую обезглавили. Грася, сеньор Президенте. Выше! Поднимайте выше!